Виталий Хемин 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 Проживание из школы представления. Мне кажется, что это все-таки шоу, в которое будет вовлечен и зритель тоже. Мне кажется, здесь есть интересные, сюрпризные моменты. В том числе во втором акте у нас представлено шоу. Шоу самого Савоя. То есть Савоя – это гостиница, знаменитая гостиница, куда все съезжаются для того, чтобы посмотреть завораживающее шоу, которое будет на этом вечере. И я думаю, что зритель будет приятно удивлен замечательным исполнением этих номеров. Все они, естественно, исполняются не впервые. Это у нас в спектакле говорится, что они исполняются впервые. Я думаю, что каждый зритель знает это, слышал. И будет приятно удивлен, что услышит знакомые мелодии, так сказать, на этом спектакле. Для меня, что интересно, каждая работа, наверное, у меня что-то новое открывает для себя. Это у меня были женские роли постоянно. Хорошие роли. Хорошие, да. Я исполнял женское амплуа такое. А в этот раз у меня очень сложная работа, потому что я еще и ассистент режиссера этого спектакля. Это первый раз у меня такое. Это дополнительная ответственность накладывается. Да. Это сложность. Сложность для меня, например, сейчас соединять одно и другое. Запоминать, сколько я должен покрасить музыкальных инструментов, принести бутылок, сделать телефонов, сказать кому куда идти. Это приятные хлопоты, согласитесь. Безусловно, приятные хлопоты, но очень трудно совмещать одну работу и вторую. Все-таки работа актерская, исполнительская, она немножечко другая, нежели такая административная, скажем, работа. Поэтому в этом есть интересы и в этом есть новый опыт. Я очень благодарен Владимиру Ивановичу, нашему главному режиссеру театра, который меня учит не только себя организовывать, но и успокаивать. Потому что я обычный человек такой, а-а-а, мне надо все это собрать. Наталья, помогают актеры, ассистенту, режиссера немножко успокаиваться? Конечно, помогают. Организовать процесс. Конечно, конечно. По-моему, и пиццу. У Руслана это вообще очень хорошо получается. Он у нас такой хороший. Его все слушают, его все уважают. Говорите, Наталья, говорите. Я говорю, что это просто важно. Да, очень как бы хороший. Говори, Саладову. И мы, актеры, тоже помогаем, все делаем. А иногда нет, нет. Но об этом зрители узнают уже совсем скоро. Очень, да, да. Очень интересно это все. И в том числе, насколько актеры слушают молодого ассистента. Слушают, слушают. Вы понимаете, что для меня всегда театр, вот зрители иногда не задумываются, что сколько всего. Вот они увидят, придут, сядут на свои замечательные места, в теплый зал. Все будет шикарно, все будет красиво. Но зрители никогда не задумываются, сколько пошито костюмов, как каждая деталь придумывалась, каждое движение придумывалось. Каждая эта бутылка красилась. Это я вот тоже иногда, может, и не задумывался об этом. Чтобы каждая лампочка работала, все. Это очень сложно. И когда я сейчас окнулся в этот процесс, чтобы люди следили за этим, все. Я очень благодарен цехам, которые все вовремя это делают. И вообще мы все, вот я в том числе от артиста это говорю. Побывав за кулисами, кстати, да, подтверждаю вашу идею, вашу мысль, побывав за кулисами театра музыкальной комедии, увидев, какая жизнь кипит там, так же для себя понял, что это отдельный мир, отдельная планета. Вот есть зрительный зал, есть сцена, а вот то, что за кулисами, это как какое-то третье такое измерение. В связи с этим у меня вот вопрос к вам. Алла, как проходят репетиции? Мы этого не видим, да, по объяснимым причинам, но тем не менее, это ведь тоже какая-то вот своя жизнь на них кипит. Безусловно. Свои отношения. Я работаю во многих театрах, и поэтому мне часто приходится переключаться, потому что, ну, один театр на другой не похож, но так как я в Киеве, то я еду, вот, например, меня, я брала в отпуск за свой счет, и режиссер спросил, куда я, говорю, в Одесскую любимую мою, понимаете? Что тут привлекает? Ну, традиционно очень настроенные положительно все. Конечно, ссоры бывают, которые вспыхивают со скоростью искры, понимаете, разгораются. Но тем не менее, все как-то заканчивается полюбовно. Вот это свойственная веселость духа, смех по поводу и без повода, что часто мешает репетициям. Это вы сейчас на кого намекаете, по поводу смеха. Перебивания, громкие, значит, я без микрофона уже, который год я этот микрофон прошу. Вам не нужен, да, Удоведовна? Да, вас все слышат. Ваш звонкий голосок слышно с 23-го ряда. Вот, и это, конечно, вот такой немножко похож, чуть-чуть на привоз похожий. Вот, но я считаю это положительным моментом, понимаете? Нет такого ощущения, что это храм искусства, что все по этому поводу. Есть очень много анекдотов театральных, но я так не буду рассказывать. Вот, а это именно такое, ну, не знаю, хотела сказать лобное место, но это я уже в другую ударилась. Ну, в общем, как-то куется этот спектакль, каким-то образом. И очень много импровизации. У меня вопрос к исполнителям Кланда Хролей, Наталья. Зритель одесский, который по ту сторону, да, смотрит на вас. Вы выбрали для него уже характеристику? Какую? Вот вы наверняка выбираете какую-то точку в зале, сосредотачиваетесь, и бывает смотрите, да, вот когда вот не смотрите на партнеров, с которыми играете на сцене, иногда смотрите в зал. Ну, я смотрю, да, конечно, я смотрю в зал, но я, в принципе, как бы никого там не вижу. Ну, собирательный образ наверняка есть одесский зритель. Конечно, образ есть, да, вот всегда улыбаешься, и в зал передаешь свою энергетику, вот глазами это все, это люди чувствуют. И в этом спектакле они особенно почувствуют, потому что мы такой веселый, вот у нас роль, я Дэйзи, Брайтон, композитор в этой роли, она такая девочка, такой огонь, и вот мой партнер Помероль, который вот, мы с ним как искринка в этом спектакле, понимаете, вот зрители это почувствуют, потому что с нашего выхода все.